Еще на месяц губернатор Ямала продлил действие режима повышенной готовности. Современное образовательное пространство в трех школах города открыли центры гуманитарного и цифрового профилей точки роста. На месте разрушенного долгостроя построят новый дом. Подрядная организация приступила к демонтажу здания на улице Нефтяников. Информационная картина недели в нашем итоговом обзоре. Расскажем о главных событиях минувших 7 дней. 1 октября губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал постановление о продлении режима повышенной готовности до 1 ноября включительно. Жителям округа, как и прежде, необходимо носить маски в общественных местах и местах большого скопления людей, соблюдать социальную дистанцию. Для граждан старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сохранен режим самоизоляции. Для не проживающих на Ямале граждан при въезде на территорию региона необходим отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 5 дней до въезда. При возвращении жителей Ямала из поездки сроком более 10 дней за пределы региона также необходимо сдать тест на COVID-19. Если поездка длилась менее 10 дней, тест необязателен для тех, кто не выходит на работу. Вводить новые ограничения пока нет оснований. С началом сезона простуд растет и заболеваемость коронавирусом. Ежедневно в Муравленко регистрируются десятки новых случаев. Чтобы сдержать распространение опасной инфекции, в городе усилена профилактическая работа. В местах массового скопления людей и в городском транспорте регулярно проводятся рейды с участием сотрудников МЧС и полицейских. Особое внимание уделяет соблюдению санитарных требований и масочного режима. Тему продолжит Наталья Матюшкина. Где ваша маска? Есть. Ее нужно носить на лице желательно. Один. Масочный режим действует около полугода, но некоторые муравленковцы до сих пор не готовы его соблюдать. По словам представителей торговой сети, масочный режим в магазине соблюдают лишь 60% покупателей. 30% после сделанных замечаний надевают в средства защиты, остальные 10% принципиально отказываются и уходят без покупок. Регулярно участники рейда составляют протоколы об административных нарушениях, как на обычных граждан, так и на предпринимателей. Вы допускаете нахождение посетителей в магазине без масок, то есть это предмет за составление протокола. На вас, как на должностное лицо, штраф от 50 тысячи рублей. Мы говорим, маски у нас есть, антисептики тут стоят, информация вся имеется. Большинство торговых точек требованию Роспотребнадзора исполняет. У многих в открытом доступе антисептики и бесплатные маски для посетителей. Однако не все относятся к обязательным требованиям с пониманием. Нарушают масочный режим и сами сотрудники магазинов. В этом случае ответственность ложится на плечи должностных лиц. Вы не имеете права даже обслуживать без маски человека, вошедшего в магазин. У людей проблемы, если они сами не надевают, в городе у всех, если не надевают, значит виноваты мы, что ли? В вашем магазине, да. Что хотите, штрафа у меня наставили? За что? За то, что вы не обеспечили. Я обеспечиваю, что есть там. Более, что ваш работник, даже не клиент, а работник, находился без маски на территории Магарина. Все есть, его накажут, пускай одевают. Все объекты с выявленными нарушениями заносят в список для повторной проверки. При этом штрафы – не самое суровое наказание для предприятий торговли и сферы услуг. За неоднократные и грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм деятельность организации и вовсе могут приостановить. И это не прихоть власти. Это вынужденные меры безопасности. Граждане нашего города, наши жители дорогие, все-таки в большей степени соблюдают масочный режим. Но не все, к сожалению. И хочется обратиться к жителям города о том, что в общественных местах, в транспорте обязательно, обязательно в магазинах, в местах общего скопления людей, конечно, ношение масок обязательно. Этим мы обезопасим и себя, и наших родных, и близких, потому что мы сами можем не заболеть, но перенести заболевание, принести заболевание домой. Поэтому не подвергать и других опасностей, но и себя поперечь. Санитарно-эпидемиологическая обстановка как в округе, так и в стране, и в городе Муравленко не самая радужная. У нас идет рост, и мы принимаем все возможные меры для этого. Мы организовываем и рейды, мы проводим и беседы, мы составляем административные протоколы. Но единственным способом переломить ситуацию может являться только сознательность наших жителей, только их личное желание и понимание сложившейся ситуации. Наталья Матюшкина, Андрей Нагибин, Сергей Лукович, Новости Муравленко. 16 инициатив, заявленных в рамках проекта «Уютный Ямал», взяты в реализацию. Решение об этом приняли на заседании проектного офиса. Какие идеи жители города получили наибольшую поддержку горожан, расскажет Татьяна Гозырь. Первая по списку идея, набравшая наибольшее число голосов у муравленковцев, это благоустройство городской набережной в районе второй школы. Проект эксперты поддерживают, но отмечают, что его реализация – дело не одного года. Такой проект может быть реализован только в рамках программы «Комфортная городская среда». Нужно будет, повторюсь, сделать дизайн-проект, потом его выставить на обсуждение жителей города, получить обратную связь, обсудить какие-то нюансы, уточнить. От проведения масштабных фестивалей до благоустройства целых микрорайонов в каждой идее жителей прослеживается забота о городе. Желание сделать его красивее, удобнее и современнее. Это и установка уличных тренажеров, и создание дорожек для велосипедистов и самокатов, и обустройство велопарковок. Многие проекты считают, что эксперты гармонично лягут в общую картину благоустройства города. «Территория вокруг соборной мечети, то есть от пятой школы, вот сквер Лазурный мы сделали, через проезд, который мы отремонтировали, мы идем дальше. Там такой большой песчаный пустырь, по сути, мимо пятой школы, мимо мечети и до детского сада «Солнышко». Вот эта вся большая территория планируется к благоустройству, планируется, что там будет такая большая бульварная зона, где можно тоже отдохнуть. Там будут дорожки, чтобы поездить на велосипедах и самокатах, там также скульптурные композиции будут». Строительство площадки для детей особой заботы, соревнования по рыбной ловле, чемпионат по бегу, фестивали науки и технического творчества, установка молодежной доски почета. Комиссия единогласно решает поддержать все 16 проектов. «Конечно, было бы приятно наблюдать картину, когда у нас в городе находится молодежная доска, даже не почета о каких-либо достижениях, так как действительно молодежь Муравленка, она активная, она развивается, она везде участвует и очень было бы интересно наблюдать за данным объектом». Воплощать идеи горожан начнут уже в следующем году, а для реализации самых трудоемких и масштабных потребуется несколько лет. Но то, что они будут воплощены в жизнь, это несомненно. «Начиная с самой популярной и заканчивая последней, 16 инициативой, мы можем реализовать. Конечно, с учетом того, что некоторые инициативы, вот набережная, парк, это такие они очень емкие, в том числе и по деньгам, и по времени. Поэтому мы видим такой горизонт их планирования, реализации несколько лет. Но то, что, повторюсь, они все важные, нужные, интересные для нашего города, это не вызвало у экспертов никаких сомнений». «После заседания офиса мы составим протокол, в котором пропишем сроки реализации инициатив и то, что по каждой инициативе будет создана своя рабочая группа для ее реализации. «Протоколы мы направим всем участникам. Они будут видеть, какая рабочая группа с ними будет взаимодействовать по реализации инициативы и какое профильное управление или структурное подразделение администрации города, собственно, отвечает за реализацию проекта жителя города». Татьяна Козырь, Сергей Лукович, Новости Муравленко. В преддверии Дня гражданской обороны, который в России отмечают 4 октября, в регионах под руководством МЧС России была проведена масштабная штабная тренировка по гражданской обороне. На территории спортивной школы Муравленко развернули пункт временного размещения граждан. В детском саду Непоседы – противорадиационное укрытие. А на территории шестой пожарной части организовали показ спецтехники. Анастасия Попова с подробностями. Штабная тренировка – это еще одна возможность отработать механизмы взаимодействия экстренных служб и сил гражданской обороны при ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, а также проверить их готовность к работе в режиме ЧАЭС. Ежегодно она проводится по всей стране в канун Дня гражданской обороны. Он официально отмечается 4 октября. Там 5 метров руководка получается. Вы соединяете вот это? Да, это как бы у тебя не приняется. Так, в 9 утра на территории шестой пожарно-спасательной части был организован показ спецтехники. Всего 10 единиц. Выстроены все силы Муравленковской звена, противопожарные службы, спасательных служб и проведен показ всей техники нашей. Порядка 60 единиц у нас имеется вообще в гарнизоне техники. Некоторая техника расположена на объектах. По легенде сегодняшних учений, на электроподстанции Ханупа при проведении пусконаладочных работ произошло замыкание без электроснабжения. Остались 16 социально значимых объектов и 319 жилых домов. Для того, чтобы организовать необходимые условия для людей, пострадавших при чрезвычайной ситуации, в спортивной школе Муравленко было решено организовать пункт временного размещения граждан. К приему пострадавших в здании готово все. От комнаты матери и ребенка, которая предназначена для женщин с детьми до 7 лет, до кабинета психологической помощи. Кроме этого, здесь работает и пункт экстренной помощи. В данном ПВРе может размещаться одновременно 175 человек. Мы сегодня проверяем слаженность действий состава, который обслуживает ПВР, и документацию, которая необходима. И также моделируем сложившуюся ситуацию в случае ЧАЭС. А на цокольном этаже в детском саду Непоседы развернули противорадиационное укрытие. Специалисты ГОЭЧС оценили его готовность сразу по нескольким пунктам. Начальник ПРУ Светлана Колесникова рассказала о каждом задействованном помещении детально. ПРУ состоит из нескольких помещений. Три помещения включают в себя именно расположение койко-места, нары двух-трехместные. Вот то, что мы сегодня показали. Есть вентиляционная, которая готова как в автономном режиме работать, так и в ручном режиме. И есть складские помещения и комната для приема пищи. Это на случай того, если вдруг случилась какая-то чрезвычайная ситуация, то мы можем эвакуировать и укрыть своих сотрудников, детей и родителей. На протяжении всего дня в городе отрабатывали действия, предусмотренные учебными целями и организационными указаниями, полученными от правительства и МЧС. Здесь же были подведены промежуточные итоги. Я могу сказать сегодня, что все прошло успешно. Поэтому уверен, что в случае, если, опять же, не дай бог, произойдет какая-то нештатная, не чрезвычайная ситуация, лучше бы, конечно, этого не было, но я думаю, что службы наши готовы к любым непредвиденным событиям. По результатам тренировки подведут итоги и подробный разбор действий и дадут оценку руководящему составу города по выполнению мероприятий по гражданской обороне. Анастасия Попова, Петр Хаджаев, новости Муравленко. Новости Муравленко. Оказала пандемия коронавируса. Подрядчику просто не хватило рабочих рук. По количеству людей на сегодняшней связи с коронавирусом у нас нехватка людей. Старается подрядчик выполнить свои сроки, но в связи с коронавирусом было продлено на три месяца контракт, муниципальный контракт. Подрядчик сейчас хочет исполнить свои обязанности. На данный момент основная часть двухэтажного здания уже построена. Строители возводят кровлю, утепляют и обшивают сайдингом фасад. В данном этапе производятся фасадные работы, снаружи плюс кровельные работы. Внутри уже все перегородные стены ложили. Короче, активно идутся работы. Как утверждает представитель застройщика, общестроительные работы выполнены на 40%. До начала зимы необходимо постараться закрыть контур зданий и приступить к внутренним работам. На сегодняшний этап устроительства где-то выполнено 35-40%. Это из всего объема строительно-монтажных работ. Задача стоит сегодня завершить кровлю и утеплить фасад. Но еще хотим по контуру установить окна. Параллельно выполняются работы по устройству и утеплению вентиляции. Ведется прокладка труб для водоснабжения и водоотведения. В подвальном помещении работы уже выполнены. Выполняется работа по прокладке труб водоснабжения и отопления. Работа завершена в тех подполье. Идем в раскладку на первый и второй этаж. Проект здания разработан архитекторами из Екатеринбурга на основе предложений градостроительного совета нашего города. В проекте предусмотрены большой зал бракосочетаний, комнаты для жениха и невесты, гостей, удобные кабинеты для сотрудников, архив, зимний сад и зона для фотосессий. После ввода в эксплуатацию нового ЗАГСа здание нынешнего учреждения будет реконструировано. Учитывая, что объект находится рядом с аллеей славы, в нем разместят музей боевой славы. Дарья Диатулина, Андрей Нагибин, Новости Муравленко. Полуразрушенный кирпичный дом в районе пожарной части демонтируют. На его месте построят новый многоквартирник. Сейчас ведется разбор старых конструкций. Подробности в следующем сюжете. Этот недострой давно стал объектом внимания. И жителей, и городских властей. История дума длилась долгих шесть лет. И, наконец, в августе этого года наступила логическая развязка. Здание передано в собственность муниципального образования. О чем тогда глава города Александр Подорога сразу же сообщил жителям в социальных сетях. При поддержке нашего губернатора, при поддержке правительства округа, при поддержке министерства по чрезвычайным ситуациям правительством был подписан документ на передачу этого имущества в муниципалитет. Здание, по оценке экспертов, хоть и было построено на совесть, но восстановлению не подлежит. А потому будет снесено. А вот фундамент в отличном состоянии. Он станет основой для нового двухэтажного капитального здания, отметил Александр Подорога. Качество раствора достаточно высокое. Кирпич, на первый взгляд, конечно же, вроде бы еще устоялся, но это здесь, под крышей. В остальных местах кирпич имеет повреждения, которые не позволяют его дальше эксплуатировать. Поэтому будем сносить, будем сносить по фундаменту и дальше по всему продолжению и на этом месте отстраивать уже новую конструкцию. Вот так будет сноситься. Вот это останется. Вот по вот этой вот линии все будет снесено. Сваи и цокольный этаж успешно прошли экспертизу, говорят строители. Их нужно освободить, поэтому первостепенная задача демонтировать разрушенные конструкции. В первую очередь соорудили дорогу для строительной техники, завезли и положили плиты. Чтобы не произошло обрушение плит перекрытия, старые конструкции сначала разбирают вручную, затем к процессу подключат экскаватор. Работы производит Нижнетагильская строительная фирма. У подрядчика есть опыт работы по реконструкции подобных недостроев. В Наябске разбирали Наябск-2 дом, строили полную реконструкцию возле вокзала, полностью делали тоже так же. Реконструкция была на Болоне, строили тоже мы уже в 2007 году. На 8 марта возле Дамазе прям строили тоже дом, достраивали его. Так что объектов Наябск у нас полностью. Плиты и кирпич утилизируют. Они не подлежат вторичному использованию. А чтобы не перегружать конструкции фундамента, вместо запланированного трехэтажного решено возвести надежный дом из двух этажей. В нем разместятся 16 квартир. Кровля скатная, тремя подъездами. Будет из них, из 16 квартир, это 4 однокомнатные, 6 двухкомнатные и 6 трехкомнатные. Площади будут отвечать нормативным требованиям для жилого здания. Начать строительство здания планируют в декабре, а завершить спустя полтора года, летом 2022-го. Контрактом предусмотрено благоустройство придомовой территории, наличие пешеходных зон и детской площадки. Татьяна Козырь, Антон Иванов, Новости Муравленко. Новая ступень развития в российских школах. 29 сентября прошел марафон открытий точек роста. В нем приняли участие и муравленковские школы. Отмечу, центры образования гуманитарного и цифрового профиля в рамках реализации национального проекта образования в новом учебном году открылись в трех школах нашего города. Новые возможности для учащихся оценила Зульфия Фарвазова. Точки роста педагоги называют началом новых открытий. В пятой школе, например, новые методы работы внесли в учебные программы по информатике, математике, технологии и ОБЖ. Ребята уже почти месяц учатся пользоваться различными программами. Новые кабинеты не пустуют даже на переменах. Мы уже с 1 сентября приступили к работе нашего центра. Кабинеты наши полны детьми, потому что там, в этом кабинете, где мы сегодня находимся, есть шахматная зона, есть зона промышленного дизайна. Все перемены заняты, ребята с удовольствием его посещают. Активно внедряют новые технологии на курсах дополнительного образования. Шахматное дело, промышленный дизайн, программирование беспилотников. Двери обновленных кабинетов теперь открыты для всех школьников с 1 по 9 класс. И каждое направление востребовано, говорят педагоги. Илья Менлибаев ежедневно проводит здесь минимум по 2 часа. Учится программировать беспилотники. Я занимаюсь беспилотными летательными аппаратами. Изучение, как их нужно правильно программировать и в каких сферах их можно использовать. Я уже успел научиться программировать с помощью различных программ, задавая определенный маршрут. Промышленный дизайн уже прописался на уроках технологии. Несколько минут работы на ноутбуке и 3D-принтер выводит спрограммированную модель. Время изготовления зависит от размеров деталей, объясняет учитель технологии 5-й школы Юрий Басистый. Для изготовления деталей потребовалось нам сейчас 15 минут. Если более крупная деталь, более объемная деталь, потребуется больше времени. Зависит все от того, какая по масштабам будет деталь. Мы тоже изучаем все, что хотим изучить, чтобы показать детям новое, что они уже знают. И мы тоже представляем возможность самим обучаться, чтобы быть на уровне молодежи. Эти навыки обязательно пригодятся детям на практике, уверены педагоги. Центры гуманитарного и цифрового профиля в российских школах открываются в рамках реализации национального проекта образования. Они дают возможность школьникам по всей стране, в том числе проживающим в отдаленной местности, осваивать новые технологии. Во время марафона открытия точек роста к школьникам обратился министр просвещения Сергей Кравцов. Всеэлементное оборудование поможет ребятам быстро осваивать новые технологии, решать сложные задачи, создавать классные проекты, а значит поверить в свои силы, раскрыть таланты и воплотить мечту. Это уже ученики второй школы. Семиклассник Иван Доловов 3D-моделированием увлекается уже несколько лет. Он одним из первых оценил возможности нового центра. Мы можем изучать всяких разных роботов, квадрокоптеры, новые технологии, 3D-моделирование. Мне нравятся компьютерные игры, и я когда-нибудь хочу создать свою компьютерную игру. 3D-моделирование – самое любимое направление среди школьников, говорит учитель информатики и технологии Винер Сайфулин. И в этом нет ничего удивительного. Самое любимое направление, наверное, дети, куда с удовольствием ходят, это 3D-моделирование. Потому что дети видят то, что они делают сами на программе, а потом у них получается во время распечатки уже готовая деталь. Подобные центры направлены на развитие у ребят коммуникабельности и креативности. Точки роста на Ямале в этом году открыли в 35 школах. В планах до 2024 года запустить еще 81 такой центр. Зульфия Фарвазова, Андрей Нагибин. Новости. Муравленко. Компания «Сибур» открывает новые возможности для учащихся и преподавателей многопрофильного лицея Благодаря победе в грантовом конкурсе в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» в лицее теперь есть собственный класс робототехники. На его открытии побывала моя коллега Анастасия Попола. Этого открытия ждали и преподаватели, и лицеисты. Теперь в многопрофильном лицее есть современный класс робототехники. Здесь старшеклассникам доступны не только 3D-принтеры, всевозможные манипуляторы, но еще и универсальный токарный станок, а также интерактивный стол и планшеты. Любым из этих устройств можно управлять удаленно. Появилась возможность демонстрировать свои результаты, появилась возможность соединять воедино ту деятельность оборудования, которая существовала до этого по раздельности. Теперь ребята могут одновременно работать с оборудованием, находясь в данном кабинете. И группы, которые работают в данном кабинете, потому что целый класс в данном кабинете, конечно, не умещается. Поэтому, работая группами, у ребят есть возможность вместе достигать единой цели. Для учащихся инженерных классов многопрофильного лицея кабинет робототехники станет отличной площадкой для реализации самых необычных и смелых идей. Лично для меня данная лаборатория представляет довольно-таки большой интерес, так как у меня порой возникают некоторые идеи, которые хочется реализовать, но нету какой-то прям возможности. В данной же лаборатории можно, к примеру, какую-нибудь 3D-модельку сделать, можно что-то вырезать, что-то выгарировать, к примеру, хочется сделать себе принт на телефон, здесь есть такая возможность. У меня уже есть идеи, которые я начал воплощать, например, работа с выжигателем и еще несколько других. Оснащение кабинета стало возможным благодаря победе в грантовом конкурсе, который проходил в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» компании «Сибур». Этот проект важен для компании в первую очередь. Мы готовим себе кадры, это наши кузницы, можно сказать, для города. Это также важно, это занятость детей, занятость учеников. Сейчас в мире цифровизации очень тяжело заинтересовать учеников, детей какими-либо профессиональными увлечениями. Это направление как раз сочетает в себе вот эти два направления – цифровизация плюс занятость. Здесь уже проходят уроки и дополнительные занятия. Учащиеся многопрофильного лицея начали воплощать в жизнь не одну интереснейшую идею. И, возможно, совсем скоро из стен этой лаборатории вы услышите «Как тебе это, Илон Маск?» Анастасия Попова, Петр Хаджаев, новости Муравленко. Лучший воспитатель Ямала 2020 года работает в прогимназии Эврика. Логопед Елена Васильева стала абсолютным победителем окружного конкурса профессионального мастерства. С победительницей встретилась Татьяна Козырь. «Наше лето лучше всех! В мире лету ждет успех!» Вот так горячо с цветами и транспарантами при въезде в город встретили в Муравленко воспитателя Ямала 2020 года. Разделить радость Еленой Васильевой поспешили ее коллеги из прогимназии Эврика, а также других детских садов и управления образования. Все те, кто поддерживал, помогал готовиться к участию в конкурсе и верил в ее безоговорочную победу. «Мы очень радовались победе Елены Анатольевны. Мы рады, что ее профессионализм был оценен по достоинству. И хочу сказать, что в нашем прогимназии Эврика работают самые талантливые педагоги». «Елена Анатольевна сама по себе потрясающий человек, потому что она целеустремленная, она стержневая, я таких людей называю, которые ставят цель и идут к ней четко, поступательно, отрабатывает каждый момент. И с таким человеком легко работать, когда она знает сама, что ей нужно делать, и она работает на результат. На результат это не только для города и для Эврики, а самое главное, что она работает на результат для детей». «Дальше нам нужно с вами найти связь. Как же могут быть связаны две рядом лежащие картинки? Кенгуру и улитка. Подумайте, да? Улитка и аквариум». «Поиск ассоциативного ряда между картинками способствует развитию логики у детей, следовательно, и речи, уверена логопед. Этот метод называется кроссенс, по-другому – головоломка или ребус. Елена Васильева успешно использует его в своей работе. Покорил этот методический прием и жюри окружного конкурса». «Были очень сильные соперники, творческие, с большим опытом работы. Но отношения между конкурсантами были очень дружеские, добрые. Мы поддерживали друг друга, где-то помогали, подсказывали друг другу. У соперников были интересные авторские где-то даже разработки, и можно было перенять опыт». «Опыт – это ценнейший багаж, ради которого стоит принимать участие в конкурсах, считает Елена Васильева. В Муравленко педагог вернулась с массой интересных идей. Особенно ее впечатлили совместный проект музыкального руководителя с логопедом, а также использование интерактивного метода развития речи у детей». «В связи с тем, что усложняются речевые нарушения, приходится искать новые средства, новые методы, новые подходы к коррекции этих нарушений, новые способы взаимодействия с детьми. Потому что современные дети, они очень отличаются от тех детей, которые были даже 20 лет назад». В прогимназии «Эврика» Елена Васильева работает с первых дней открытия учреждения. До этого развивала речь малышей детского сада «Дюймовочка». Говорит, в профессию пришла по призванию. «Учителем-логопедом я работаю 14 лет. Это был осознанный выбор этой профессии. Наверное, как это ни банально, но я мечтала с детства. Мне хотелось помогать людям. Стоял выбор между медициной и педагогикой, выбрала все-таки педагогику». В окружном конкурсе профессионального мастерства Елена Васильева обошла 13 педагогов со всех муниципалитетов Ямала. Сейчас ей предстоит более серьезная битва – участие в конкурсе всероссийского уровня. Коллеги и воспитанники логопеда даже не сомневаются, что она и с этим испытанием успешно справится. Потому что она… «Некрасивая, хорошая и веселая». «Она у нас самая лучшая. Она всегда нам предлагает интересные игры. И всегда такая веселая, добрая и интересная». Татьяна Козырь, Сергей Лукович, Новости Муравленко. Такой была информационная картина минувшей недели. Еще больше подробностей на нашем сайте. Муравленко24.ру